Останкино На самом деле я не вспомню вообще, когда мы даже подружились. Мне кажется, что первый раз, это было в 2002 году, наверное, на чемпионате мира в Андианаполисе. Да, кажется, что Витя попал первый раз в сборную тогда. Мы так, честно говоря, недолюбливали друг друга сначала. Мне кажется, потому что мы так как-то на конкурирующих позициях были и так боролись как-то за право. Ну что это, это молодое, это тоже молодое, талантливое, ну что, ну я лучше, я лучше, наверное, наверное, из-за этого. Но мне кажется, со временем мы прекратили это просто по одной причине, потому что мы, наверное, почувствовали какую-то, наоборот, приязнь к друг другу. И мне кажется, что с тех пор мы, как ни разлей вода, постоянно, что в Америке, что в России, даже он, будучи игроком ЦСКА, я, будучи игроком ЮТА, мы все равно в постоянной связи. Там практически каждый второй день мы разговариваем, вот, общаемся, и наши семьи очень близки и дружны. Вот, поэтому вот так все и происходит. Так что последние 10 лет мы дружим очень, очень близко. Наверное, я хотел бы все-таки побыть в Средневековье, побыть каким-нибудь лекарем, каким-нибудь, может быть, священником, посмотреть вообще, что происходило в то время. И такие великие баталии, может быть, действительно, побыть каким-нибудь рыцарем, наемником, может быть, королем, посмотреть балы какие-то. Вот, действительно, было очень интересно в то время посмотреть вообще на замки, которые были в то время построены, и вообще, как люди жили. Вот, поэтому, наверное, Средневековье ее выбрал. Кто знает, может быть, Россия потеряла в лице бокса Андрея Кириленко? Можно и так сказать. На самом деле, действительно, Коль Валой занимался баскетболом в нашем как раз интернете, в Санкт-Петербургском, с которого я вышел какое-то время назад. Вот, ну, я очень рад за него, то, что у него получилось в боксе, и он действительно, можно сказать, цвет нашего бокса сейчас. Поэтому говорить, что кого-то мы потеряли, наверное, неправильно. Все-таки мы нашли правильное, нужное применение человеку его талантом. У него талант быть боксером. Вот, и он действительно показал всему миру это. А вы с ним общаетесь хорошо? Я, на самом деле, я лично его, конечно, не знаю, вот, но у нас просто такая спортивная, спортивная общество такое, оно достаточно близкое друг к другу, и все ребята, спортсмены поддерживают друг друга. Хоккеисты, футболисты, футболисты, баскетболисты, баскетболисты, биатлонистов, и можно продолжать и продолжать. Потому что всегда сборы все в Новогорске, все ребята вместе, какие-то соревнования всегда пересекаются, вот, и ребята все так поддерживают друг друга. Когда-то хочется поспать, когда-то книжку почитаешь, когда-то включишь фильм какой-нибудь, вот, не так, что ты все время во время полета что-то делаешь, да. Вот, кто-то смотрит фильмы, вот, недавно я посмотрел «Унесенные ветром» 4 часа, ну, 30 лет все уже, старею, классика, на классику перебрало. Вы выйдете за меня? Скажите да. Скажите. Да. Мне понравился очень «Унесенный ветром», и у меня нет одного какого-то любимого фильма или любимой книги, вот. Мне кажется, ты не стоишь на месте, ты все время считаешь, что-то тебе нравится, что-то не очень, вот. Ну, вот, из последнего, то, что посмотрел «Унесенные ветром», мне понравилось. Я, кстати, читала, что тебе понравился этот фильм про бейсбол. Да, очень понравился. Человек, который изменил, да, все. Очень понравился, при том, что, в принципе, я не люблю бейсбол вообще, начнем с того. Но там фильм абсолютно не про бейсбол как таковой, там все-таки про, вообще, менеджера, да, который находил какие-то нестандартные решения. Мне очень интересно. Вот. Я поставил его, наверное, наравне вот с фильмами, которые мне нравились до этого. Каждое воскресенье, да, фильм, который про американский футбол уже. Также абсолютно вот вся ситуация вокруг этого профессионального спорта, она просто уникальна. И Джерри Магуайр, да, вот прям ситуация, которая происходит в спорте, но как бы не касаясь спортивной части ее, да, все-таки вот это все, все, что вокруг этого, это очень интересно. И там что-то из этого правда, что-то из этого, например, я никогда не встречался, ну, по баскетболу, да, а с некоторыми моментами встречался, и ты знаешь, как это может происходить. То есть это действительно интересно. Мне понравилась больше ситуация управления со стороны менеджера, конечно, потому что у него как-то больше, больше инструментов управления, потому что он как-то подбирает команду. Но если он работает не с тренером вместе, да, как в связке, у него мало шансов, потому что тренер все равно выбирает свою стратегию там на игру. Поэтому мне кажется, что все равно ситуация с генеральным менеджером тренера, она должна учитывать друг друга. Ну, конечно, важно, когда ты на игре играешь, и за тебя болеют люди, которые тебе свою энергию дают во время игры. Это очень важно. Конечно, я говорю, что всегда мы недовольны, а нам все время не хватает. Мы хотели бы, чтобы больше и больше было, но пока то, что есть, я считаю, что это достаточно, и будем работать над тем, чтобы было больше. Но, в общем, интересно, это не просто на трибуне ходить, а вот как мы там организовали, посмотреть. Конечно, нет, это очень важно, то, что все-таки у нас есть возможность увидеть наших боевщиков, у боевщиков есть возможность пообщаться с игроками. Это действительно как-то сближает, и мне кажется, вот если бы я был болельщиком, да, и пришел, например, на футбольную сборную, организовали вечер какой-то, у меня была возможность задать вопрос Маршавину, Жиркову, вот, получить какой-то ответ, и ты все-таки чувствуешь какую-то принадлежность к победам, например, да, сборной, к победам или к каким-то ситуациям, которые происходят. Ты думаешь, ага, вот это мой товарищ уже, вот, хотя вроде бы он не товарищ, но вот ты таким образом как бы сближаешься. Я не знаю, я никогда не был, не жил в провинциальном маленьком городке, вот, хотя я и родился в Ижевске, но я всю свою жизнь сознательно провел в Санкт-Петербурге, и поэтому это не очень провинциальный городок. Честно, если честно сказать, я хотел бы, чтобы мои дети занимались тем, чем они хотят заниматься, а не так, чтобы именно я им там советовал, что они будут делать. Вот, если им понравится играть в баскетбол, если они захотят играть, пожалуйста, я не буду препятствовать этому. Но все-таки я считаю, что профессиональный спорт – это классно, но это такое обилие труда и травм, что мне так не хочется, чтобы они этим занимались, мне хотелось, чтобы они как-то были в стороне немножко от профессионального спорта. Не знаю почему. Хочется, чтобы они занимались чем-то другим. Жена меня боится. Ну, мне кажется, это интервью было такое немножко смешное. Она боится, наверное, моего, кроссовка, да, какой-то, я помню это интервью, какое-то, она боится, моего кроссовка, которая ставит в микроволновую печку почему-то. Вот, иногда интервью бывают очень смешные и какие-то неправдивые. Я не знаю, почему они такие. Или, может быть, это очень-очень ранние какие-то интервью, когда ты уже не помнишь, что ты говорил 10 лет назад. Вот, на самом деле у нас, конечно же, в семье никто никого не боится, вот, и все решения мы все-таки принимаем вместе. Мне кажется, что когда 11 лет практически живешь вместе, уже вырабатывается такое, можно сказать, чувство плеча и локтя, когда один говорит человеку, а другой заканчивает фразу. Вот, поэтому мы так на одной волне. Мне кажется, я никогда не играл в какие-то игры ради контракта. Вот, и все игры, которые я играл, я всегда стараюсь играть максимально, с максимальной отдачей, вот, и, наверное, у меня стиль баскетбола такой, что я бегаю, прыгаю, как будто я выпил, да, энергетиков. И поэтому, неважно какая игра, какая разница, с кем ты играешь, если ты, потому что сейчас такой баскетбол, что если ты не укладываешься на 100%, ты просто не выиграешь. И поэтому ты должен просто бороться, ты должен хватать, падать за каждым мячом, ты должен прыгать в ауты, спасать, вот, на полу постоянно играть. Поэтому такие вот маленькие моменты, они приносят победу тебе. Вот, а мы же хотим выигрывать. Никто не хочет проигрывать. Не расскажу. Не расскажу по той руке, по одной причине только. Потому что я делал ее для себя, я не делал ее для кого-то, и очень много про нее идет разговоров, вот. Зачем? Я не делаю на показках что-то, я все равно делаю что-то для себя, для своей семьи, для своих детей, им нравится, и на этом мы закрываем вопрос. Ну, ты все-таки дал ее сфотографировать. А? Ты все-таки дал ее сфотографировать. Это, я не давал ее сфотографировать. Это, на самом деле, очень большой косяк мастера, который делал, вот, потому что это, как называется, лик, да, это утечка, которая произошла, вот, это, и я очень был недоволен этим, но когда это попадает в интернет, ты не можешь уже ничего с этим сделать. Я очень не люблю, я очень не люблю тренерство, я очень уважительно отношусь ко всем тренерам, которые есть, но я бы никогда, наверное, никогда не говорили никогда, но я бы очень не хотел быть тренером, вот. Я не люблю людям говорить, что им надо делать. Я могу посоветовать что-то, да, сказать, помоги вот здесь, там, да, вот, сзади подстрахуй, но чтобы я кого-то учил, что надо делать вот так и все, я прям как подумаю об этом, я говорю, ааа, я не хочу. Мне кажется, что у всех должно быть все равно свое понимание и свои какие-то положительные, отрицательные стороны, вот. Все-таки сейчас, если брать игроков НБА и поставить их в наши условия, далеко не все могут раскрыться, вот, там, пример, там, такой хороший, наверное, Остин Дэй, да, который приехал в Химки, играл прекрасный игрок, который играл отлично в НБА, но вот не смог адаптироваться в подмосковном клубе, вот, к сожалению. Вот, есть хороший пример, есть плохие примеры, так же, как и наши примеры, да, или европейские примеры в НБА, поэтому у каждого, каждому свое, я скажу так, вот, есть российский баскетбол, есть американский баскетбол, вот, там совсем другие условия. Я считаю, что, конечно же, это очень здорово, что у нас есть возможность помогать нашим детям, вот, мы с Машкой в 2004 году под влиянием дурных американцев, вот, решили все-таки начать и попробовать открыть благотворительный фонд и посмотреть вообще, что из этого выйдет, вот, и так вот, с 2004 года уже практически 7 лет мы работаем в этом направлении, и действительно уже очень много кому удалось помочь, вот, мне это очень нравится, вот, и будем продолжать в том же духе. Вот, в этом году, в связи с тем, что мы все-таки подписали контракт здесь, в ЦСКА, мы вместе посоветовались и решили, что все-таки весь контракт, который я заработал, вот, на время локаута в ЦСКА пойдет в благотворительный фонд, и уже подполнился чуть-чуть, вот, и в связи с этим. И решили открыть новое направление в России, это помощь ветеранам нашим, вот, потому что очень много ветеранов, которые заканчивают баскетбол, и, к сожалению, остаются, ну, в достаточно бестном положении, я считаю, что у нас есть хорошая возможность им помочь. Поэтому есть программки, которые сейчас работают и помогают нашим ветеранам, помогают нашим деткам, вот, и я очень доволен и гордый этим. Спасибо. С вами был Андрей Кириленко. Спасибо. Спасибо.